Да, все включено дальше. Окей. Добрый день и вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш великолепный курс. И сегодня в третий раз мы разбираем главу под названием Шофтим. Недельная глава Шофтим начинается с последних фраз суков о Перакатадзайе 16-го. Мы разбирали с вами весьма интересный 18-й параграф, и, кажется, 19-й в прошлые наши циклы, а сегодня мы пройдем 17-й, и вот последний, последний, каким, 16-го, который входит в наш недельный раздел. Итак, Шофтим, Шофтим, как вы знаете, означает судьи. Перакатадзайл, посук ютхет, то есть 16-я глава, 18-я фраза. Начало недельной главы Шофтим. Итак, Шофтим и Шофтим. Это фраза, понятное дело, дала начало недельному разделу. Итак, Шофтим – это судьи, Шофтим. Шофтим в современном иврите – это полицейские, Шофтэр – это полицейские, Миштара – полиция. Но, правда, есть еще слово Штар. Штар – это, ну, например, бланк или даже денежная купюра. Но объясняет комментарий, что Шофтим – это исполнители судебных решений. Однако, мы с вами видим, что далеко не все судебные решения исполнялись специально выбранными гражданами. И, например, такая вещь, как смертная казнь скилла, выполнялась силами всего народа. Ну, собственно, комментарии интересные тут есть, и вы их можете найти. Вот, заранее я, конечно, поставил текст на нашу группу в Телеграм. Телеграм, извините, я вроде бы, я думал, что я поставил словарь сегодня утром, но на самом деле словарь поставлен только вот недавно. Тем не менее, есть те слова, которые я выделял зеленым фоном. Вы можете найти в словаре на нашей группе в Телеграм. Так, итак, Шофтим, Вишут, Рим, то есть судей и исполнители. Титен лха дай тебе, то есть поставь себе, «Во всех вратах твоих» имеется в виду, во всех местах, где ты живешь, во всех населенных пунктах, должен быть еврейский суд, который Всевышний Бог твой дает тебе. Теперь, «Ли шва деха». «Шевет» – это по-русски называется «колено». Правильно, да, 12 коленок было. 12 коленок, точнее, получили земельное дело. «Вешетту и буду судить, а не народ судом справедливым». Теперь попросим Анну прочитать ее. Да, слушаем. Так, «Лот-Татэ», получается, так? «Лот-Татэ» – Мешфар. «Лот-Такир» – по ним «Лот-Тиках-Шухад» Такие, «Ашухад»… Сейчас скажу. А, «Иавэр» – «Инай хохамим» – «Лев» – «Иврейц-Тазиким». Да, да, пробуем перевести «Лот-Ти», извините, «Татэ». «Татэ» – «Татэ» – это склоняться к чему-то. «Склоняй», верно, да. «Не извращай мишфар» – «Не склоняй суд». «Не извращай суд», «Не лицеприятствуй», как тут переводится. Да, «Лот-Такир» – это словный перевод, да. «Не знакомься с лицами», «Не узнавай лиц». «Узнавай лиц», совершенно верно, да. Относись к человеку знакомому, как к совершенно незнакомому. Старайся личный элемент в отношении полностью нивелировать. «Личную шерсть государственной», так. Ну да, пожалуй, так. Так, дальше идет «Не бери взяток». Да, «Шохат» – это именно «взятка». «Шихед» – «Подкупать, давай взятку», да. «Шохат» – «Ибо взятка» и «Авер» делает слепыми. Совершенно верно. «Покеях и Врим» – как там у нас было «Глаза слепых» открывает… Глаза. Точно «покеях и Врим» – это одно из утренних гласословений, открывающие глаза слепым. Да? То есть, дающие зрение человеку. Так. И, значит, делает слепыми глаза мудрецов. «Похамим». Да, 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 да. Так. И перевод тут стоит. «Извращать» – «Извращать». Получается «извращать». «Извращать». Да, да, да. Слова праведников. Нет, у вас в словаре почему-то нет этого слова. Ага. Вроде бы я салев выделил, но в словар, наверное, забыл поставить, да? И салев – это «извращать», да? Ну, видимо, да, я сейчас в словаре посмотрю. По смыслу, да. Спасибо, Анна, большое спасибо. Я знаю, что даже если я что-то не доделаю, то Анна всегда исправится. Ну, тем не менее, я стараюсь делать салевшать тело, искажать, пластифицировать, извращать. Понятно, понятно. Да, благодарю вас, Анна, спасибо, все правильно. Так, теперь очередь очередной Тимофея, да? Да, Тимофея. Да. Читаем. Переводим правду, правду, справедливость, да? Да, преследуй, чтобы жить и наследовать землю, которую Всевышний Бог твой дает тебе. Да, совершенно верно. Цедек, цедек. Тир доф, родеф – это преследовать, то есть гнаться за правдой, да? Целью твоей должна быть истина, справедливость. Спасибо, Тимофея, все правильно. Каф, Алев, Анна, распределяйте. Людмилу. Очереди, Людмилу, вперед. Это нормально, цедек, цедек – это два существительных, редко такое бывает, да? Да, 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 редко, правда, редко. Есть комментарии, что конкретно имеется в виду, но сейчас нет времени. Спасибо. Как мы перевели? Не та, но те, но те, а – это сажать. Не сажай себе. Теперь слово ашейра. Иногда это понимается как название богини, как имя богини. Иногда это понимается как некое кумирное дерево. Итак, предметом поклонения идолам может быть и творение рук человека, и то, что уже в природе существует. В частности, если посадить дерево с какой-то целью, наверное, вот были такие культы, да. У боя дерева, у жертвенника, около жертвенника, всевышний бог твой, который ты сделаешь… Около жертвенника всевышнего, ашерта а катасе лахов, около жертвенника, который ты сделаешь себе. Только там не сажать. Да, да, да. Имеется в виду, что место, значит, территория храма, да, там не должно быть предметов, которые каким-то образом могут ассоциироваться с деталопоклонством. В частности, деревья, даже если не имел в виду, что это некое дерево для поклонения, да, чтобы оно, чтобы, да, чтобы никто не подумал, что оно таким является. Вот Мириам нам пишет, что, к сожалению, плохо слышит. Скажите, пожалуйста… Нет, это проблема, это проблема с лихами Мириама, это проблема у вас, я боюсь, у меня слышно-слышно. Да, я волнуюсь, потому что я с нового места, и интернет здесь мне не знаком. У меня, к сожалению, только Анну плоховато слышно. Ну, будем надеяться, так, что это как-то исправится, так, наверное, теперь Каф-Алес, да, Анна, чья очередь? Светлана просила ее пока не включать, да? Юлия, значит, если кто-то… Юлия, прекрасно. Здравствуйте, я всех слышу хорошо, это на всякие случаи. Приятно слышать, да? Лу-ти-кам-ле-ха, ма-цэ-ва, а-ш-э-ре, с-у-не, а-ш-эм, лу-ге-ха. С-у-не-та-чи, да? С-у-не. С-у-не-с-и-да, конечно. Лу-та-ки-м, да? Не, не поднимай эту плиту каменную, которую ненавидит Всевышний. Что, да, не ставь вертикально ма-цэ-ва, да, спасибо, Юлия, все правильно, совершенно правильно. Я чуть-чуть вот тут добавлю. Ма-цэ-ва – это камень, поставленный вертикально. Каменная плита, либо тесанная, либо природная, да, но не лежащая, а именно стоящая. Так, принимаем. Вот, это называется ма-цэ-ва, и в современном иврите ма-цэ-ва – это надгробный памятник, а иногда это и что-то типа, в иврите есть такое, используются слово антарта. Некий памятник, некий монумент. Так вот, имеется в виду, не ставь себе вертикальный камень, чего ненавидит, что ненавидит Всевышний Бог Твой, да? Теперь таким, да, есть слово лакун – вставать, а икин – ив-иль – это ставить, то есть ставить вертикально, либо устанавливать. Так, есть такой глагол ив-современном. Здравствуйте, Redmi, мы вам рады, если у вас включен почему-то микрофон, пожалуйста. Я выключил на всякий случай, чтобы не было… Хорошо, если будет желание что-то спросить, конечно, включайте. Спасибо. Так, Анна, теперь чья очередь? Все за все опять. Если у нас новый участник, это Владимир, который у нас… Владимир, да. Владимир, кажется, у нас бывал, да? Если он хочет, пускай читает. Можно, да? Мы увидим это по включенному микрофону. Я здесь. Прекрасно, Владимир, тогда читайте «Альф». У меня что-то первый раз не включалось, я вышел, перезашел. Понятно. Так, все просим. Ва-сэ. А? Лё, раша? Ва… Не-не-не, это Ва-сэ. Да. Ва-сэ должно быть. Там неплохо видно, но, по-моему, там сэгол, да? Сэ – это овечка, да? Бу-ла-им, бо. Му-му. Сээшэн верно. Коль. Давар-ра. Ки. Тобат. Най-логэга. Гу. О-вэ-гу. Гу, точка, да? Сээшэн верно. От Мизбех храм. Совершенно верно, однокоренное слово, да. Не зарезай. А, то есть это и есть в храм. Это жертвы, это не храм, это жертвы. Это жертвоприношение, да. А, а Мизбех это храм. Мизбех это жертвы, точнее, да. Ну, иногда в значении храм тоже, да. Теперь шор это, шор это кто? Бык. Бык, а сэ это? Это овца. А, овца, я знаю, кевиш. Есть разные слова, они совершенно синонимичны, да. Так вот, не зарезай, не приноси жертву. Не приноси, не залезай всевызду, то есть не приноси жертву Всевышнему нашему. Нашему, да. Элокеха, Всевышнему Богу Твоему, буквально, да. Богу Твоему не приноси жертву Всевышнему Богу, да. Да, быка и овцу. Которые будут. Которая будет в нем изъян. Я правильно, по смыслу догадался. Верно, да, правильно. Коль Твоара. Все эти вещи плохие. Всякая вещь плохая буквально, то есть имеется в виду, что такое у вещи, это некий недостаток. Всякая вещь плохая. То есть он через год умрет? Это не только, что он через год умрет от этого, нет? Нет, нет, имеется в виду не угрожающее здоровью, но делающее негодным для жертвоприношения. Например, надрез, порванное ухо, что вам сказать. Порванное ухо. Да, да, разорванный ноздряк, к примеру, да. Ибо, что такое тоава, тоэва, это мерзость. Вредно, плохо, вредно, а? Ибо мерзость для Всевышнего Бога Твоего, он... А он, а почему не во множественном числе? Тут же много перечислено. Тут перечислено шор или сэ, да. Да нет, вполне оправдано, может быть, единственное число, да. Такого быка и такую овцу, которая... Какое множественное число-то? Какое множественное число-то? Число-то не вижу, да. А, то, что шор и овца. А, угу. Ну, нет, вполне оправдано, тут единственное число. Не всегда живут, что приносит много животных, и по одному приму. Раз, раз. Конечно. А, правильно. Спасибо, Владимир, спасибо. Так, теперь мы снова начинаем с меня, да? Да. Ага. Так, читаю, Бет. Наталья. Так. Наталья еще есть. Наталья. Наталья есть, да. Ага, прекрасно, Наталья, если вы беретесь, буду только рад. Угу. Так, нет, не вижу. Так, вижу только Анну. Угу. Ну, хорошо. Так, тогда я читаю, Бет. Так, перевожу. Если найдется среди тебя, твоей среде, в одном из ореха, врат твоих, в одном из владений твоих, имеется в виду, который Всевышний Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, который, который, имеется в виду ему мужчина и женщина, сделает ра нечто плохое в глазах Всевышнего Бога твоего. А именно, чтобы перейти союз его, чтобы нарушить завет с ним. Гиммел, прошу вас, Анна. Можно уточнить, пожалуйста. Имаце, это вроде не или имаце, а имаце. То есть это если найдешь. Имаце будет найден. А, будет найден. Будет найден, это ив, иль, да. Не найдется, а именно будет найден. Будет найден, точнее. Ну, найдется в русском языке имеется в виду то же самое, да. Она понятна. Потому что на ней имаце найдется. Это был товарищ под именем Рэд Ми. Да, как вас, как вам обращаться? Это Владимир. Это Владимир и есть, понятно. Понятно, это Владимир. Хорошо, да. Так что же тогда будет, нам откроет Анна Гиммел. И пойдет и будет служить другим богам, чужим богам. И поклоняться им, и солнцу, или луне, или всем какому-то небесному воинству, всякому воинству. Да, да. Которому, чему я, что я не повелел или чего. Не повелел, да, совершенно верно. В смысле, в смысле, в смысле, имеется в виду, конечно. Да, да, да. Имеется в виду, что запретил, имеется в виду именно для евреев. Так, кажется, Наталья у нас вышла и зашла. Может быть, просто у нее не получалось в тот раз. Но мы увидим это подключенному микрофону, когда дойдет. Шалом. Здрасте, Наталья, очень рад вам. Вас давно не было видно. С какого номера можно читать? Так, ну давайте мы вам поставим вне очереди. Давайте, прочитайте далее. Верно, так. Так, гугад – это пассив. Биянпуаль от леагид рассказывать, да? Итак, и рассказано тебе. Наталья, вы продолжайте, да? Я немножко подсказываю, да? Да, и будет рассказано тебе, и услышишь ты, и столкуешь. Верно, в данном случае, исследовал. Гейтеф – это значит «хорошо». Есть слово «тов». Вообще-то это значит «хороший». А гейтеф – это именно наречие «хорошо». Да, да, тщательно, конечно, да. И вот истина правильная. Истина правильная, гадавар. Истина – истинное слово. Истина – это дело. То есть слух до тебя зашел правильный. Нааста – это «това» из Исраиля. Затрудняюсь тут дальше. Нааста – это «нифаль» от «осе». То есть сделана «това» мерзость. Это в Израиле. Что именно мы только что прочитали, да? Поклонение идолам, поклонение каким-то другим предметам. Спасибо, Наталья. Все замечательно. Все прекрасно. Так, Тимофей, мы просто поменяли местами вас, поскольку, в свою очередь, Наталья не могла войти, а вам остается «хей». Прошу вас. Да, да. Всю беседу. Переводим. И выведешь ты человека, мужчину или женщину. Да, женщину эту, которые сделали вещь злую, вот эту. Да. Эль шагэха к братам твоим. К братам твоим, потому что там место заседания Сан-Эдрина суда. Да, значит, мужчину или женщину. Да. Ускальтам забьешь камнями, значит. Совершенно. Скила – это один из видов смертной казни. А что они сделали, те женщины и мужчины, я не понял, что они сделают злое. Что они сделали – поклонение идолам. Мы прочитали две фразы назад. Это продолжение мыслей. Значит, узкальтам бааваним – забьешь их камнями и умрут. Да, да. Да, вам это. Спасибо, Тимофей, совершенно верно. Вот этот корень – сокаль синкуфламет – означает именно казнь побиением камнями. Как это делалось, мы сейчас не будем об этом говорить. Ну, не стоит. Так, спасибо, все правильно. После Тимофея Вав читает… Людмила. Людмила. Просим. Скажите, пожалуйста, в БЭТ форма АХАД, такая необычная, она понятна, почему? А где именно? АХАД, ШААРЭХА? Нет, в БЭТ, БЭТ, АХАД, ШААРЭХА. ЭХАД же обычно или АХАД. А тут почему непонятно, да? ШААР мужского рода. ЭХАД должно быть. Почему здесь АХАД? Ну, нет, вряд ли я могу тут что-то сказать. Это связано с положением вот этого слова во фразе, но не думаю. Нет, я не смогу сейчас вам точно сказать. Это какие-то грамматические тонкости, которые, в принципе, лингвистам известны, но далеко не всегда это какая-то ненормативность, которая на что-то намекает. Спасибо. А как алтем – это скила, правильно? Так алтем, скила – это однокровенность совершенно. АЛЬ ПИ ШНАЕМ ЭДИМ О ШЛОША ЭДИМ УМАТ ХАМЭТ. ЛО ЮМАТ АЛЬ ПИ ЭД ЭХАД. На основании, буквально по устам. Двоих свидетелей или трех свидетелей смертью умрут. Да, да. Будет умерщвлен, да, умераим, то есть тот, кому надлежит умереть. А, ЮМАТ – это такая массивная форма, да? Да, 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 да. Не умрет по свидетельству одного свидетеля. Да, по устам свидетеля одного. Отсюда бывает много деталей закона, да? Если есть один свидетель, по делу, по которому, может быть, вынесен смертный приговор, да? Вообще имеет ли право он свидетельствовать и так далее? Все это подробно разбирается в Талмуде. Да, верно. А если сам признается, он считается самым? Нет, нет, признание в большинстве случаев вообще не принимается во внимание. Вот в некоторых случаях, скажем, одного свидетеля достаточно, но человек должен дать клятву, например, если он отрицает свидетельство. Вот, а здесь, если человек сам признается в идолослужении, ну, тут не очень простой закон, все зависит от конкретных обстоятельств. А у нас две Натальи, вторая Наталья будет читать? Да, у нас две Натальи или два раза одна Наталья? Это одна, надо, скорее всего, одна просто два раза вошло. Я не против, если Наталья переведет две фразы, если это удобно, а милости против? Нет, нет, у нас все-таки очередь. Хорошо, хорошо, да, конечно. Так? Зайн, пожалуйста, Наталья. Так, подождите, а у нас Юлия сейчас идет сначала. А, Юлия, да, извините меня, извините, да. Слушайте, а, ну не слухайте меня. То есть меня слушайте не в этом. Яд хайдим цехия бо барышуна лэмгаміто в яд коль гам барышуна, ой, ба харына у вярта гара мі кирбеха. Переводим. Так, рука свидетелей будет в ней барышуна. На нем буквально, на убиваемом, барышуна, да, первой. А, это на убиваемом. Да, конечно, да. Ла хаміто, чтобы лэ хаміто, мэд, умер, гэміто, это был умершлен, да. Чтобы был умершлен, рука всього народа, бахарна, то есть после этого, да? После этого, да. Да. Уви арта гара. Это выжить, да, влагову. Буквально так, да. Ба-эр – это поджог, да. Уви арта это, ну, обычно переводится искорениш. Да? Пускай будет искорение, но искорениш зло из своей среды. А что такое бахарана, бахарана? Ба-ахарона, ахарона – это последнее. Да, последнее. А, это она. Это противопоставление, да. Я маленькое замечание тут все-таки скажу, да. Нет штатной должности палача, согласно Тори, согласно Талмуду. Если некий человек оговорил другого человека, лжесвидетельствовал против него, он должен быть готов к тому, что ему надлежит первым, что называется, бросить вот того камень. То есть не просто он действовал словами, но и действием, то есть бросил камень, тут уже, так сказать, может быть, на это его совесть пойти не сможет. Но, 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 если это действительно правда, если кто-то свидетельствует против кого-то, что тот идолопоклонствовал и бросает в него камень первым, то и весь народ, да, выражает свое, значит, подчинение закону тем, что участвует в святой казни, которая называется Сокела, Сокель. Вот так, большое спасибо. Это была Юлия, да. Меня не забыли? Сейчас, подождите, потом Юлия. Мы попросим Натана подвинуть текст, да, это Натан делает. Натан? Да, 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 да. Спасибо, спасибо, да, 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 еще выше. Ну, вот так вот, да, чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже, чуть назад. Вот так, да, прекрасно, да. Теперь, Анна, чья очередь? Владимир, Владимир сейчас. Владимир, конечно. Тед? Ой, самая. Хед, да? Хед был сам, да? А, хед. Хед. Хед, хед. Хед, сейчас вверх подняли. Вот, вот есть Тед. Немножко сбилось. Юдалев, перед Юдалев. Конечно. Ну, там, где абзац, там, где короткая строка, после нее идет. Какая сначала строка? Ки. Да. Ки-кала. Йи-фалэ. А, хи-халэ. Палэ, пала. Ки-и-фалэ, да. Китайте. А, ки-фалэ, да. Мимха. Давар. Лемешпад. Бэйн-дам. Лэдам. Бэйн-дин. Лэдан. У бэйн. Ладдин. Нага. У бэйн-нэгэ, сколько я вижу, да? Да. Лэдэга. Лэдэга. Дварэй. Рибат. Ри-вот. Бэшарэ. Ривот. Бэшарэ. Да. Вэкамта. А, все. Вэкамта. Да. Адмалита. Эля Макум. Ашер. Евхар. Адунай. Элогеху. Бо. Да. Пожалуйста. Я вот скажу вам здесь. Ги-фалэ. Араши пишет, что этот корень означает «будет скрыто». «Если скроется от тебя». Мимха. Корень то же самое, что слово «пэле». Пэле – это чудо. Но здесь перевод именно такой. «Если скроется от тебя». Давар. Ла-мишпат. Моешь сказать «будет скрыто». Лэ-ле. Лэ-ле. Это то же самое, да, в данном случае? Лэ-ле. 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 Нет, нет. Там другой корень. Там тоже корень, что в слове «олав». Мир. Там не скрыто, нет? Лэ-ле. Там тоже скрывается. Лэ-ле. Тоже значение «скрывать что-то», да, но корень тут другой. Ну, понял. Тут скрыто от тебя вещь для суда. Да. Пэйн. «Между кровью к крови» и «между судом к суду». Ну, да. «Нега» – это поражение. А, «между поражением к поражению». В смысле болезни, в смысле. Ну, да, да, да. А, здесь в смысле болезни? Ну, да, да. Это как язва, как болезнь, рана. Рана может быть, да. Слова «варенья». Рябу – это варенье. Слова «варенья». Почему «варенья»? Я не понял, да? Так, ламишка. Так, а. Ри. Вот. А, совершенно верно. Рива – это ссора. Диврей – ривоты. Да. Рива – ривей, ну, как говорим, в молитве. В молитве, да. Слова ссоры. Да. Да, да. Беш арехов во вратах твоих, да, в владениях твоих, да. То тогда что следует сделать? И поднимешься. Да. И поднимешься, и встанешь ты, и поднимешься. И встанешь, и поднимешься, да. И поднимешься, да. В месте, которое Ивхар выберет. Ивхар выберет. Твой. Тебе. Выберет Всевышний, да, его. Бахар Б – это выберет кого, чего. Выберет, имеется в виду, место. То есть и встанешь, и придешь в место, которое Всевышний выберет, да. Всевышний Бог. Бог твой. Бог, Всевышний Бог твой выберет, выберет, да. Бо – это его, да, Бо – это его, да. Бо – это имеется в виду, место, да. Выберет это место. Да. Спасибо, Владимир, все правильно. Так. Теперь, теперь моя очередь, да. Нет, Наталья, подожди. Наталья, извините. Конечно, да. Так, Тед. У Вата, Эль, Га, Коганім, Галевьим, В, Эль, Гашофет, Ашер, Йе, Баямім, Гагем. Да. В Дарашта, В, Гигиду, Леха, Мишат. Эт Двар, Мишат, да. Да, да. Да, так. И придешь ты к Коганім, Левитам, да. Который будет в Днях Тех, и разъяснишь ты, и скажут тебе. Дело суда, то есть постановление суда. Слово суда, дело суда. Слово суда, да, совершенно верно. Да, здесь говорится об обязанности установить суд согласно закону Торы, да, о том, что этот суд, мы говорили с вами, мы читали, это должно быть в каждом месте. Но здесь имеется в виду суд, который рассматривает самые высокие дела в высшей степени сложности. О, вот это ты встанешь и придешь, и поднимешься, да, в определенное место. Мы знаем, что это место, да, но здесь всевышний это не открывает. Я скажу маленький комментарий по поводу вот этих слов. Понятно, что ты придешь к судье, который будет в Теге, ведь не можешь же ты прийти к Мошера Бейну, которого уже нет с нами, или к какому-нибудь судье, который еще не появится, да. Да, зачем нужны эти слова, чтобы ты не сказал, вот, раньше были судьи, действительно знающие много, а теперь люди простые, и я не доверяю тому судье, который есть сейчас. Так вот, знай, что каждое поколение получает того руководителя, которого оно заслуживает. Есть метраж по поводу того, что делал Моисей на горе Синай 40 дней и 40 ночей. Он получал Тору, но ведь к Всевышнему не поставлено ограничений. Всю ту Тору, которую Моисей получил за 40 суток, он мог получить в одно мгновение, да. Чем же он занимался? Всевышний показывал ему, говорит Медраж, поколение и судей, поколение и судей, да. И здесь подчеркнуто, что Всевышний показал ему следующее поколение и судей, которые будут в этом поколении. Потом поколение, которое идет за ним, и тех судей, которые будут в этом поколении и так далее. И говорит комментарий, что если бы сначала Всевышний показал Моисею, тех руководителей, которые будут в народе, далее, все далее, 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 Моисей скатился бы за голову. И говорит, что Моисею было дано увидеть это поколение, и он видел, что судей ему соответствуют. Так что, вот, товарищи, 1 ноября у нас грядут очередные, внеочередные выборы в Израиле. Вот, будем надеяться на вашу ответственность, я имею в виду тех, кто в этих выборах имеет право участвовать. Так, спасибо, Наталья, все правильно, все правильно, так. Что мы прочитали сейчас? Тет, да? Анна, теперь я? Ю? И сделаешь по устам, на основании этого, что сказано, да, слово, которое скажут тебе, с места того, которое выбрал Всевышний, и будешь следить, чтобы сделать все, что показал тебе. Имеется в виду Всевышний. Ее руха от слова Мо-Ре и однокоренное Тора, указание, то, что укажут тебе с того места. Что это за место здесь? Не показано, мы знаем, что Верховный Иисус заседал во вратах храма. Да, была Алишка Сан-Педрин. Есть, спасибо, Ю, Али. Анна? Да. Так, там еще немножечко такой момент, вот там был непостижимый будет для тебя дело. Речь о том, что если местный суд в каком-то городе решить не может, то надо, как бы, получается, в Верховный суд обращаться. Да, есть компетенция определенная, скажем, дела. Суды должны обратиться к более высшим судьям. Да, да, да. Скажем, смертная казнь была в видении, насколько я понимаю, высшего сандинца Алидрина. Да, и известно, что ею не злоупотребляли. Что такое «йоруха»? Я что-то… «Йору леха» Указывает что-то, учитель указывает. «Раа». Это будущее время. Ну, корень… Или это можно привести от корня «р-э», да? «Ир-чунг», то есть покажет тебе это. Или от слова «морэ» как учитель, тот, кто указывает. Да? «Тора», да, еще? «Тора». Да, «Тора», отсюда же, да, да, да. Ну, «раа» тут вообще-то «Алиф», «Алиф» вряд ли тут стоит выпадать. Скорее «морэ», да. Анна Ют, «Алиф»? Да. Так. «Аль-пи, атора, ашер, юруха, аль-амишпат, ашер, юмру леха, тасте, лотосур, мин адавар, ашер, ягиду леха, ямин усмоль». И по слову, по согласно закону, вот, которому они научат тебя, ну, имейте в виду судьи, которые... Которые, да. И по суду, который они изрекут тебе, сделай, не уклоняйся от их слов, от их решения, от которого они тебе скажут, ашер, ягид, ты, ха, который они тебе скажут вправо и влево. Такой комментарий в том, что судьи надо слушать беспрекословно. То есть они скажут, что правое – это левое, а левое – это правое, даже до такой степени. Да, но при этом есть целый трактат Талмуда, посвященный ошибкам суда, что делать судьям и как они должны исправлять положение. То есть такое тоже возможно. Как называется трактат? Нет, я не помню. Я только помню, что он есть. Он не очень большой и не очень известный, он редко изучается, потому что он довольно сложный и редко применим. Можно будет посмотреть как-нибудь. Спасибо, так. Ну что же, я имею в виду, это Тимофей. Тимофей. Да? Да. Исраиль. Исраиль. Да, верно. Так. Прошу вас. Пробуем. А человек, который сделает без адон. Как это правильно произвести? Умышленно, злонамеренно. Мейзид – тот же корень. Чтобы не послушать коэна стоящего. Лешарет. Так, я немножко упустил. Где мы сейчас находимся? Юд? Сколько? Юдбет. Юдбет. Мечтем Эля Коэн аумет лешарет. Уген аумет лешарет. Чтобы служить, прислухивать. Да, понятно. Чтобы служить там. Это же ему. Кому? Всевышнему. Всевышнему твоему. Да. Или судья, или судью, послушается. Да. И умрет человек этот, и искоренишь зло из Израиля. Из Израиля. Да, совершенно верно. Ну, надо сказать, что и после потери государственности и самостоятельности еврейский суд имел довольно широкие права. Но возможности наказания его сводились к тому, что данный человек объявлялся вне закона, что называется. Либо он получал полное, как это сказать, отрубление от общины, да, исключение из общины. И до, в общем-то, новейшего времени это ставило, это делало его полным изгоем. Либо просто объявлялось, что он не послушается решения суда. И, соответственно, люди к нему относились. К примеру, в синагоге его не называли Кторе. С ним не разговаривали, не роднились с ним. То есть, скажем, за его детей не выдавали своих детей. К примеру, да, и, в общем-то, несколько лет назад, я, правда, не знаю подробностей, но я видел некое объявление, значит, в одном религиозном квартале Иерусалима, что такой-то и такой-то отказался выполнять решение суда, имеется в виду Байдин, религиозный суд. Это может быть, например, решение, что он таки виновен, и он должен выплатить штраф, скажем, долг на нем, и он должен это сделать. Чем дело закончилось, я не стал выяснять. То есть, такая возможность есть, но понятно, что у религиозного суда сейчас нет полномочий, например, заключиться в человеке в тюрьму, а тем более смертная казнь, которая вообще невозможна в отсутствии храма. Просто на всякий случай, чтобы не было сомнений. Благодарю вас. То есть, получается, вся семья его страдала, да? То есть, и дети. Да, он наводит позор на всю семью, что делать. Семья, соответственно, может как-то на него повлиять, чтобы он таки, да? Это может быть, например, такая вещь, как то, что он давно не живет с женой, де-факто, а не в разводе, но он не хочет дать ей гет из вредности. Развод, да? Иногда такого человека даже заключают в тюрьму. Кстати, по израильским законам государственных, да? А если дети уже успели жениться, выйти замуж, то они уже не его семья, то есть? По-моему, так, да. По-моему, так. Подробности не знаю. Не берусь, не берусь вам точный ответ давать. Пожалуйста, Юльгимил. Людмила. Людмила. В хольгаам ишмеу, в ирау, в ло, эзидун. Эзидун, угу. И каждый, и весь народ послушается и убоится. Услушает, да? Вот это эзидун, это злонамеренно или что это? Ну, дерзость, англость, нахальство. Как перевести? Злоумышлять. И не будет злоумышлять, наверное. А, и не будет злоумышлять более. Да, совершенно верно. Анна, спасибо большое за подсказку. Посмотрите, пожалуйста, если у вас открыт перевод. Вот это ирау. Эзидун – это не глагол. Это просто ирау спугается, и убоится. Да, я тоже думаю, что это ира. Да, да, да. По сути, сколько да. Да. Как переводится ирау? Как переводится ирау? Убоится, устрашится. Ирау. А, ирау. А, изидун – это же существительный, а не глагол. Почему? Язидун. Ну, почему? Язидун. Просто нул – это как полная форма. А-а-а. Но язидун. Я не знал про полную. Есть такая, есть нечасто, но вторая встречается, да. Так, спасибо, Людмила. Так, Юлия, далец. Так, Юлия у нас теперь. Юлия, да. Да. Китавуа, Эль-Харец. Ашир, Ашир, Атл, Гешем, Элу-Хехам, Натенлах, Ви, Ришта, Ве, Юшевта, Ва, Амарта, Асима, Ай-Алай Мелих, Галхол, Гайома, Ашир, Сви, Вота. И когда придёшь в землю, которую Всевышний даёт тебе. И овладеешь ей. Это, по-моему, как у наследуешь. Наследуешь, да. А сядешь там и скажешь, Асима, это я положу. И положу буквально, да. На ней я поставлю над собою. А, над собою, точно. Над собою Мелых царя, которые все народы. Как у всех народов, которые вокруг меня. Да, совершенно верно. Да, да, да. Я, наверное, возьмусь сейчас прочитать следующие фразы. Вот мы дойдём до следующего цикла. Последняя у нас идёт Наталья, да? И я. Конечно, конечно. А, понятно. Так, сейчас чья очередь? Владимир. Владимир, прошу. У вас татвав. Татвав, да? Татвав. Шун. Тащим. Элэйха. Мелых. Ашер. Ювхар. Адонай. Логэха. Ашер. Ло. Ахэха. Ахиха. Пропустили фразу. Пропустили, да? Логэха. Бо. Микарев. Ахэхы. Тащим. Микарев. Тащим. Мелых. Лотухаль. Латет. Алейха. Алейха. Иш. Нохри. Ой. Нохри. Аэм. Нохри. Аэм. Да, понятно. Ашер. Ло. Ахиха. Ху. Да. Пожалуйста. Сом. Это тоже корень что. Тащим. Лат. Сим. Клать буквально ставить. Положить. Шум. А шум. Ничего не кладить. Сом. Тащим. То есть поставь. Положи буквально. Алейха. Мелых. А подождите. Я не учусь. Пол. Сум. Тащим. Шум. Само слово шум. Это не. Это вроде. Не шум. А стол. Сом. Сом. Это пол. Это абсолютный инфинитив. От ла сим. Иногда в форме сим. Иногда в форме сом. В прошлом. На прошлом уроке. Такое же встречалось. То есть поставить. Поставь. Над собой. Мелых. Поставить. Поставь. То есть что сим. Абсолютный инфинитив. Что сум. Абсолютный. Что сум. Абсолютный инфинитив. И то и другое. Сим. Это. В данном случае форма. Будущего времени. Это будущее времени. Я имел ввиду. Вы сказали. Вы сказали. Сим. Тоже полный инфинитив. Да. И сум. И сим. А. Сим. Или сом. Да. Это все полный инфинитив. И то и другое. А. Понятно. Сом. Касим. Мелых. И поставь над собой царя. Который выберет. Которого выберет Всевышний. Которого. Тебе. Да. От. Микерев. При приближении. Тебе. Приближай. Да. Микерев. Из среды. Братьев. Микерев. Из среды. Ахей. Из близких. Микерев. Братьев. Твоих. Из близких. Из среды. Братьев твоих. Поставь. Да. Тасим. Подставь над тобой царя. Над тобой. Который не может. дать тебе нет лотухай ты не сможешь который а который ты не сможешь царя который ты не царя запятая теперь не сможешь дать дать олег на тебя тебя из человеку не сможешь дать над собою человека но хри это чужого чуждого она отсюда нахрит которых христа верят нам правильно смотрите они если вы имеете ввиду название ноцрим оно происходит от названия нацер и а нацер а здесь от слова да нохри это просто чужой нохри это не ахер нет это другой корень а другой но смысл тут именно чужой чужой Чужого, который не Ахихау, который тебе не брат. Который тебе не брат. Да, не брат он. Да, есть. Да, спасибо. То есть имеется в виду, что он еврей должен быть или из родственников? Именно так. Именно так. Иногда бывало, что некий народ в какой-то момент были расхождения, кого поставить, кого выбрать царем, и решали пригласить на царство человека не из этого народа. Пригласить на царство, что называется. Так вот, евреям это запрещено. Известна история, как Горнус. Ругались, братья. Тот, кто известен как Ирод. Да, да, да. Он генетически был не еврей, он был из Геров, из Идумеев, да. И Еюр там был весьма сомнительный. Так вот, когда он вынужден был читать этот отливок, вот он плакал, и евреи утешали его, говорили, ты наш брат, ты наш брат. Хотя и не по крови, но по убеждениям, да, поскольку он принял иудаизм. Ну, по поводу его роли мы сейчас не будем ничего говорить. Так, сейчас, кажется, Наталья может почитать. Только плакал не он, а его сын, такой был Агриппо-царь. А, Агриппо-царь. Да, Агриппо-царь. Мы, может быть, мы успеем это пройти, хотя наше время уже истекло. Я хочу предоставить микрофон, извините, Наталье. И дальше до конца вот этой мысли, я думаю, что я вам прочитаю. Пожалуйста. Тет, Зайн, Наталья. Рак, ло ярбу, ло сусим, ве ло яшив, эт хаам, митсраима, ле ман гарбот, сус, ва ашем, амар лагем, ло то сифун, лашув, бадерих азинь. Да, переводите. Только не... Пусть не увеличивает, не умножает себе. Пусть не приумножит коней и не... Вернет яшив, это возвратит. Не возвратит народ в Египет, потому что... Ради того, чтобы гарбот, сус, увеличивать количество коней... Ашем сказал им не... Пасифу, не умножайте, не делайте более, лашув возвращать... На путь этот более. Более, да, совершенно верно. То есть, есть ограничение, что царь не должен увеличивать себя, умножать себе коней. Да, есть объяснение на основании того, что здесь сказано. Египет славился своими конями. И если царь будет увлекаться конями, то рано или поздно ему придется посылать людей в Египет для того, чтобы приводить коней. А Всевышний сказал, что в Египет вы более этим путем не пойдете. Спасибо, Наталья. Тут осталось несколько фраз. Я прочитаю их. И, может быть, скажу несколько слов. Юн Зайин. Вело ярбело нашим. Вело ясу левого. Вехесе везага. Ло ярбело меон. И не увеличит в себе жену. То есть, количество жен царя, как ни странно, ограничено. Не царь может иметь столько жен, сколько он проклонит. Количество жен царя ограничено 18 юм. Вот такой закон. Откуда берется 18? Сейчас объяснять не буду. И не отвратится, не отвернет он сердце свое. И серебро и золото не умножит по себе очень, слишком. То есть, он не должен быть слишком богат. И будет, когда воссядет он, когда будет он сидеть на престоле царства своего и напишет себе. Мишне Тора – это буквально список Торы. Мишне Тора – это еще и название сочинения Рамбама, в котором он повторяет закон Торы. Напишет он список Торы этой. Аль-Сефер, буквально в книге, имеется в виду свиток пергаментный. «Перед коэнами левитами, ве хайта аймо, ве кара, бо, извините, во, коль емей хаяв, ле маан, елмад лира, 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 эт ашем элоав, лишмор, эт коль диврей га Тора газот, ве эт ахуким, ха эле ла а со там». И будет с ним, будет этот список с ним, и будет читать в нем, то есть в этом списке, все дни жизни его, жизни своей, то есть царь, для того, чтобы учился он бояться Всевышнего Бога его и соблюдать все слова Торы этой и законы эти, чтобы исполнять их. «Левилти ром левав, мэ эхав, о левилти сур мин а митсва, ямин усмоль, ле маан я ариф, ямим а мам лахто, гу ванах, керет Исаэль». «Чтобы не возвысилось, не возвратилось от его братьев, и чтобы не отвернулось, не отвратился от заповеди вправо или влево, дабы, чтобы умножились дни над царством его, он и сыновья его среди Израиля». Вот таковы законы царства. Целую главу о законах о царе пишет Рамбам. Весьма любопытно, есть перевод на русский язык, можно найти в интернете и ознакомиться. Так, благодарю вас, спасибо. Мы прочитали из недельной главы Шофтима. Самое начало, это последний псуким 16-го параграфа и весь 17-й параграф. Мы с вами прочитали и романтически разобрали. Большое спасибо, если нет вопросов. До следующей встречи через неделю и с наступающим. Вас прошу. Я что, скажите, я не понял, не подняли вверх, что ли, да, вы читали? Знаете, я дошел до конца. Главы я просто открыл, у тебя текст. А что у вас тут демонстрируется, я не вижу, к сожалению, я не посмотрел. Спасибо. Спасибо. Спасибо.